Подробнее о том, как живет Львовская область, сейчас нам расскажет наш корреспондент Юлия Биль. Прошу тебе слово. За время полномасштабного вторжения России в Украину, Львов стал не только приютом для тех, кто потерял свой дом из-за вторжения России, но и местом, где лечат и реабилитируют как военных, так и гражданских, пострадавших от обстрелов российскими войсками. На базе первого медоведенения Львова, крупнейшего медицинского учреждения Украины, создали центр Unbroken. Там взрослые и дети бесплатно проходят протезирование, чтобы снова вернуться к нормальной жизни. В центре Unbroken не только устанавливают, но и изготавливают протезы. Сначала это стало возможным благодаря мобильной мастерской, которую центру подарила мальтийская служба при поддержке правительства Германии. А уже в марте 2023 года открылась большая мастерская. Теперь там производится 100 протезов в месяц. Также с начала полномасштабного вторжения России в Украину, Львов стал одним из всех городов, которые принимали людей, вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов российскими оккупантами мирного населения. Всего во Львове до сих пор остается более 150 тысяч внутренне перемещенных украинцев. Сейчас часть этих людей живет во временных побежищах, в частности в мобильных городках. О том, чего бы больше всего хотелось сейчас львовянам и жителям города, и что для них означает День независимости Украины, я предлагаю послушать дальше. Мира, чтобы дочери мои и внучки были со мной, потому что они сейчас все за границей, и я очень хочу, чтобы они вернулись. А я их здесь буду ждать, во Львове. День независимости – это день, в частности, за который и мои родители голодали. Они были участниками студенческой голодовки 90-го и 91-го годов. Это большое достижение нашего народа. 91-й год – это такая большая победа нашего народа. И сейчас, к сожалению, мы снова должны бороться за то, чтобы иметь такой праздник, как День независимости. Хотя этот город находится далеко от линии фронта, российские ракеты долетают и сюда. 15 августа одна из них попала на территорию детского сада, оставив огромную воронку. Погибших, к счастью, не было. Почти два десятка человек получили резаные раны от стекла, разлетевшегося в дребезги после взрывов, а также ушибы от падения. Четыре человека были госпитализированы, было повреждено около 100 помещений. Один из подъездов многоэтажного дома загорелся, четыре квартиры полностью выгорели. Сейчас люди до сих пор приходят в себя от трагедии. Слава Богу, что люди живы. Погорели квартиры, они так специально делают, чтобы нас запугать. Ничем они нас не запугивают, конечно. Люди расстроены, но всё отстроим. Я уже в веке таком. Я уже в возрасте таком, что не могу пережить это. Я инфаркт перенесла из-за этого всего. Зла не хватает на них. Я на этой улице живу. Была здесь, когда прилетела ракета. Мы не спали ночью, потому что слышали взрывы. Из пенсии как раз на почту иду. Что могу, отдаю на армию. Каждый месяц уже, с 2014 года. За время полномасштабного вторжения России в Украину пострадал не только город, но и область, маленькое село Большая Ольшаница в Золочевском районе, расположено в 56 километрах от Львова. 9 марта там произошла наибольшая трагедия за всю его историю существования в результате российского ракетного обстрела. Около 4 часов ночи погибли 5 жителей этого населенного пункта. Две женщины и трое мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Все погибшие находились во время удара у себя дома. О том, как сейчас, спустя полгода, после трагедии, жило к село, и что думают его жители о войне, развязанной Россией против Украины, предлагаю посмотреть в нашем сюжете. Богдана весной этого года от гибели спасла собака по кличке Дина. Она разбудила мужчину. Российская ракета во время очередной атаки области разорвалась через дорогу от его дома. Богдан вспоминает, если бы не вышел на улицу, чтобы успокоить собаку, его бы завалило стеной собственной спальни. Собака у меня, когда взрывы, очень скулит. Она меня разбудила, был один взрыв, потом второй, а третий был здесь напротив. Здесь все разбито было. Взрывной волной в доме Богдана выбило окна и двери. Снесло одну из стен. Разрушило заборы ворота. Мужчина говорит, до сих пор пытается прийти в себя после той весенней ночи. Все лето посвятил тому, чтобы восстановить свое жилье. Вот это окно я уже сделал. Эту дверь я уже тоже сделал. Здесь было разбито. Крыша была разбита, этого окна не было тоже. Вот видите, у меня вся вагонка, я ее не трогаю. Она вся падает, надо тоже это все делать. Здесь в комнате уже сделал порядок. Здесь все было разбито. Стены зашпаклевал, потому что были дырки от осколков. В ночь на 9 марта этого года Россия атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами типа «Кинжал». Одна из них была нацелена на село Золочевской общины. В результате попадания полностью были уничтожены два частных дома соседей Богдана. Погибли пять человек. Мужчина говорит, до сих пор находит осколки ракеты у себя во дворе. Это обломки от ракеты. Я их здесь складываю. Вот здесь с огорода собираюсь, здесь складываю. Или во дворе еще до сих пор могу дойти какие-то обломки. Не о чем говорить. Даже вот этот обломок со скоростью мог залететь в грудь. Это еще хорошо, если где-то так. А может и в сердце сразу, или в сонную артерию. Жители села рассказывают, сразу после того, как произошел взрыв, пытались потушить возникший пожар. До последнего надеялись спасти односельчан. Я вышел в коридор к себе. Я вышел в коридор к себе и смотрю взрыв и черный дым. Понял, что где-то близко прилет есть. Я собрался и сразу пошел сюда. Потом пожарные уже приехали. Люди пришли и начали помогать. Кто не безразличен к этому. В доме 85-летней Марии взрывной волной также выбило окна и двери. Во дворе полностью снесло сарай. Женщина говорит, пережив Вторую мировую войну, и подумать не могла, что снова придется увидеть ужасы боевых действий и тем более террор со стороны России. Как могла подумать такое? Должно быть все каждый раз лучше. А она, видите, как только хуже. Никогда не думала, что такое переживу. Их сосед Богдан говорит, до сих пор не может спокойно спать. Но держаться помогает то, что надо продолжать ремонтировать свой дом и дожить до победы Украины в войне, которую развязала Россия. Как вам сказать, это не люди? Чтобы сегодня детей и взрослых убивать, на мирное жилье бросать ракеты, уничтожать это не люди. Это мое мнение. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, из Львовской области, для телеканала Freedom. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова